Еще три недели назад Любовь Рудакова в этот магазин заходила по необходимости приобрести тот или иной товар. Учитывая, что она живет в другом микрорайоне Коголыма, то чаще бывала здесь по служебной необходимости. Теперь начальник отдела цен администрации города ежедневно посещает больше 10 торговых точек города. Цена образования в дни самоизоляции – вопрос федерального значения. Все предприниматели ведут себя хорошо, резкого повышения цен нет. Так как у нас на сегодняшний день производства в городе Коголыми нет, они полностью зависят от поставщиков. Какие цены им поставщики выставили, они с теми и работают. Конечно, они стараются сдерживать рост цен за счет уменьшения своей торговой надбавки. Перечни товаров первой необходимости – 52 пункта. Это молоко и сливочное масло из мясных продуктов. Свинина, говядина, куры, консервы, колбаса сырокопченая, рыба, куриные яйца. Товары – бакалеи, крупы и макаронные изделия, мука, сахар, соль, чай и хлеб. Из овощей и фруктов – картофель, лук, морковь, капуста и яблоки. В списке также детское питание и непродовольственные товары, средства гигиены, стиральные порошки и так далее. Объехать все точки необходимо до 10.30. Затем обработка полученных данных. Далее отчет уходит в окружной центр. Предприниматели к мониторингу относятся с пониманием. Тем более, что жители наших городов паники никакой не поддались. Ажиотажа на отдельной категории товаров не наблюдается. Проблем с поставками нет. Нет такого определенного товара, который стали разбирать больше или меньше. Все, в принципе, стабильно, как и было. Есть, конечно, товар, который немножко поднялся в цене. Это яйца, к примеру, это то, что от Пасха у нас намечается. Ну и сезоны продуктов овощные. В общем, все стабильно, все так же осталось. И мы стараемся придерживать цены. То есть не поднимать, не завышать. Вообще в подобный мониторинг могут подключиться и сами жители городов. Но при этом рост цен должен составить от 5 и более процентов. Технология действий самая простая. Работает горячая линия 93739, куда жители могут позвонить и сказать, что на данный товар в таком-то магазине зафиксирован рост цен. Денис Хисматули, Николай Горкуша. Специально для новостей.